Сегодня Беларусь – важнейший экономический партнер России. Точно так же главным партнером для республики является Россия. Ульянаск область много лет сотрудничает с регионами Беларуси. Это подчеркнул президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алексеем Русских. Ульянаск область может рассчитывать на полную поддержку. Тем более база уже есть. У нас, во-первых, реализуется на протяжении ряда лет белорусские предприятия осуществляют поставку продукции на сборочные конвейеры и Ульяновского автозавода, и ОМЗ. Завершается программа 21-23. Второе – продолжается реализация совместного проекта по производству в Ульяновской области полуприцепов на базе шасси МАЗ. Третье – нашими организациями налажены прочные кооперационные связи с эрой радиоэлектроники. Важнейшим направлением сотрудничества Александр Лукашенко назвал промышленную кооперацию предприятий по всем видам продукции транспортной и гражданской авиации. В том числе уже настроена кооперация между 407 и 558 авиационными ремонтными заводами Беларуси и ульяновскими авиастаром и аэрокомпозитом. На прошлой неделе мы тоже обсуждали эту тему с президентом Путиным, договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующая компетенция. Вы и хотелось бы знать, какие вы видите возможности. Это проект, ориентированный в будущее и не на один год. Также Беларусь готова обеспечить потребности региона в современной пассажирской технике, электробусах и автобусах на газомоторном топливе. Есть планы по производству полуприцепов для автомобилей масс. Продолжится сотрудничество и в аграрном секторе. Ульяновская область в сельхозпроизводстве также обладает очень серьезными компетенциями, так же, как и Республика Беларусь. Мы закупаем очень много техники и трактора МТЗ. Только в этом году около 50 машин закупили комбайны Гомсельмаш, 20 машин закупили навесной техники и около 60 единиц. И эта программа у нас из года в год продолжается. Обсудили также здравоохранение и фармацевтику. В рамках мероприятия Союзного государства лечения граждан Беларуси и России с использованием протонной терапии пациенты из Беларуси лечатся в Димитровградском центре радиологии. В прошлом году, к примеру, лечения получили 50 человек. В планах – расширение направления. В свою очередь Алексей Русских поблагодарил за теплый прием делегации Ульяновской области в Беларуси. Последние два года мы наблюдаем довольно-таки мощный рост взаимодействия. В ежемесячном режиме наши представители находятся в контакте с вашими коллегами. Всего в рамках визита в Беларусь стороны подпишут сразу 9 соглашений о сотрудничестве. Львиная их доля приходится на предприятия города-атомщиков. Выстраивать кооперацию будут Димитровградский пружинный завод, Торсион-Д, Федерал Могул, Автодетали, Промсервис. А выстраивать логистику и работать с инвесторами будут Центр развития промышленности региона и особая экономическая зона Минск. К этому подключатся Ульяновский ПОЭС и индустриальный парк «Великий камень». Кроме экономической заставляющей договорились реализовывать туристический проект для школьников. Мы договорились о том, что ребята из Беларуси будут приезжать школьники в нашу Ульяновскую область. У нас тоже есть что посмотреть. У нас очень богатая история. Но мы, в свою очередь, будем наших школьников отправлять сюда. Дело патриотического воспитания сейчас выходит на первый план. Сотрудничество региона и республики высоко оценил чрезвычайный полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов. На встрече с Алексеем Русских они обсудили дальнейшую кооперацию. На этом совместные переговоры не закончатся. Уже на следующей неделе белорусские коллеги приедут в Ульяновск на закупочные сессии, чтобы детально обсудить дальнейшую совместную работу.